В Самарском речном порту работа не останавливается ни на минуту. Большие краны выгружают песок со дна Волги ежедневно. Один такой кран может поднять от 5 до 20 тонн. Здесь же идет погрузка металлолома. За всеми передвижениями судов специалисты следят из специальной диспетчерской. На большом экране показано, сколько погрузок и выгрузок совершено, с какой скоростью передвигаются корабли. С работой предприятия познакомился глава администрации Самары Олег Фурсов. После экскурсии он пообщался с коллективом и ответил на все интересующие вопросы. У нас не работает баня, это уже, наверное, лет 5. Хотя у нее свой потенциал, это своя котельная. Просто большая просьба обратиться на это внимание. Должны были провести экспертизу. Если она в хорошем состоянии, мы просто поймем, почему она не работает. Вдруг там обанкротился хозяин, она в залоге или еще что-то. Ну, разберемся. Зашла речь и о реформе местного самоуправления. Глава администрации рассказал, теперь у районных администраций будет свой бюджет и больше полномочий. Это позволит решать проблемы конкретной территории быстрее. Также в помощь людям будут работать районные советы. Кто войдет в их состав, самарцы определят сами уже в сентябре. Создавая районные советы, мы очень хотим, чтобы в них попали люди, представляющие промышленные предприятия, в частности, вот ваше предприятие, бюджетную сферу, общественные организации. То есть простых людей, которые живут в тех же самых дворах, ездят тем же транспортом общественным. Мы исходим из того, что люди вот этой категории, пришедшие во власть, будут очень справедливо распределять бюджеты на интересы района. В Самаре нужно менять стандарты труда, подчеркнул Олег Фурсов. Сейчас городские власти уделяют особое внимание благоустройству территории. Закупаются новые автобусы, новая спецтехника для уборки улиц, продолжается ремонт дорог. Лариса Шлафаст, Станислав Левин, События.